Всем привет! Вы на канале Роботуб. С древних времен люди вгрызаются в земную твердь ради поиска драгоценных металлов и камней. Порой они находят рекордные по величине и стоимости экземпляры. В этом видео мы покажем 5 самых больших драгоценных находок в мире. Счастье шахтера На прошлой неделе сразу два рекордных по величине Танзанита – 9 метров и 5,8 килограмма – нашел мелкий старатель Саннинио Лайзер. За свою находку муж четырех жен и отец более чем 30 детей получил от правительства 3,5 миллионов долларов. Поздравил его с находкой лично президент Танзании. Танзанит – это драгоценный камень, который добывается только в провинции Аруша на севере страны. До сих пор самый большой из найденных камней весил 3,3 килограмма. Колокол свободы Самые крупные рубины весом 1,7 килограмма добыли в 1950-х годах в Восточной Африке. Из-за низкой ювелирной ценности из него решили вырезать колокол свободы – один из символов американской борьбы за независимость от Великобритании. Скульптуру также украсили 50 бриллиантами по количеству американских штатов. Долгое время колокол хранился в ювелирном магазине в штате Делавер, но в ноябре 2011 года его украли. Тогда стоимость скульптуры оценивали в 2 миллиона долларов. Воров задержали в 2014 году, но след камня утерян. Звезда Адама В 2015 году в одной из шахт на Шри-Ланке возле Ратнапура, известного также как город самоцветов, обнаружили самый большой в мире сапфир. Камень назвали «Звезда Адама». По местным легендам, Адам после изгнания из Эдемского сада отправился на Шри-Ланку. В Институте геммологии Коломбо вес апфира оценили в 1404,49 карата, а это около 280 грамм. Стоимость оценили в 100 миллионов. Алмаз Кулинан Самый крупный алмаз в мире, весом 621 грамм, нашли в 1905 году в Южной Африке. Своё название он получил в честь владельца рудника Томаса Кулинана. В процессе огранки алмаз разделили на два огромных, семь крупных и 96 мелких бриллиантов. Два самых больших украсили скипетр короля Эдуарда VII и корону Британской империи. Недавно учёные обнаружили, что Кулинан – не только самый крупный алмаз в мире, но и образовался на рекордной глубине – 600 километров. Самородок Каная Самый большой в мире самородок золота найден в Австралии в 1872 году. Он имел форму плитки длиной 144 сантиметра и весил почти 290 килограмм. До настоящего времени самородок не сохранился, поскольку вскоре его пустили на переплавку. Самый крупный из существующих самородков – самородок Каная – нашли в 1983 году в бразильском штате Пара. Весит он 60 килограмм и содержит 52 килограмма золота. Самородок выкупил Центральный банк Бразилии, теперь он хранится в Золотом зале Музея денег в столице страны.